А они чё, неровные что ли? Чё, если не знали, что женщины первым делом обращают внимание на руки? Ты-то откуда знаешь? Моя Клавка первым делом в глаза смотрит. Если они бегают, всё, а потом уже привыкнется начинает. В конце концов, стрижка. Где? В зоне Бикини. Ай, давай. Маникюр так маникюр. Всем привет-привет. Сушусь сижу, девчонки. Даже не знаю, какое слово-то сказать. Выхерилась, что ли? Короче. Так, жарко у нас, обещают, там где-нибудь 33-36 градусов. Я думаю, блин, всё-таки испанцы молодцы. Ну и вообще люди в жарких странах, которые придумали съездку. Мы с Ириской видели, да? Легли под видео. А это ещё жопка-то такая шерстяная. Ей же надо ещё ко мне прижаться. Она же не может просто так валяться на кровати. Короче, легли полежать мы после обеда. Ну, не после обеда. Обедали мы сегодня в 11 часов утра. Ну, пока ещё не жарко было. А потом мы решили... Блин, а сад чуть не залетел. А потом мы решили полежать. Ну, тут ещё дела там поделать, чтобы сразу после еды не ложиться. Нет. Ну-ка, уйдите. Сейчас. Опять к цветам лезет. Зараза такая. Короче. Девочки. Только проснулась. Вот сейчас оплескалась опять холодной водой. Прям холодной. Кофе хоть попить. Проснуться. Невозможно. Жарко. Ну, то есть как-то утомляет вот это вот всё. Вся мокрая. Не плевать. Уже охота, знаете, как можно сделать? Я раньше делал вот так. Успали. Она сильно жарко. Мы в нём просто мочила. И, короче, ну, там после души всё просто намочишь. И вот вокруг себя её обернёшь. Как полотенце. И хуй. Ну, или в мокром полотенце. Мокрое полотенце. Оно это... Тяжёлое становится. Самохоровое. А простынь как раз хорошо. Она тоненькая. Вот обмотаешься. И так и ходишь. Только так спасались. По-другому. Ну, кондиционер, конечно, можно вкусить. Ну, нет у нас кондиционера. Сейчас посидела ещё. Новостей тоже пока нет. Вместе с кондиционером. Но я ещё, знаете, ещё посмотрела. На улицу-то посмотрела. Да, думаю, как хорошо. Люди ходят. Знаете, что заметила? В чём разницу между раньше и сейчас? Люди стали одеваться как им удобно. Не как прилично, а как удобно по погоде. То есть, неважно, там, кривенькие у тебя ножки, толстенькая у тебя попица. Там, не знаю, фигуру тебе позволяют, не позволяют. Наряжаются майки, шорты. Молодцы. Просто потому, что жарко. Жарко, да. Ну, чё вот сейчас? Можно, конечно, как, знаете, вот в комментариях. Тут рукавчик, там прикрыть здесь. Ну, если человеку жарко. Ну, вот зачем вот это всё? Ну, вот жарко. И подумал ещё заодно. Надо, знаете, чё прокомментировать в этот. Мне спрашивали, задали вопрос. У меня, кстати, почему-то так видео пошло крутиться по поводу псориаза. Ещё были... Ещё там возник спор на ютюбе. Включаю ли я фильтры на свой псориаз? Ха-ха-ха. Невозможно включить фильтры вот так на полруки. Ну, правда, кто-то сказал, но вы тоже. Думайте немножко, что говорите. Слушай, по поводу псориаза. Меня спросили. Я уже говорила в одном видео. Всё рассказывала. Это видео на ютюбе. Но над зен... Я дам ссылку сейчас над зене. Это видео было заблокировано, потому что я там говорила о креме. И оно пошло как медицинский контент. Ну, то есть, не это самое. Я его решил... Я психологу, короче, просто удалил и всё. Кому интересно, оставлю ссылку. Можете сходить посмотреть, что я там говорила, о чём я там говорила, да, чтобы лишний раз не повторяться. Это видео было записано год назад. Что изменилось сейчас? Ничего. Это что? Фулин. Как проснуться-то? Ничего не изменилось. Единственное, что хочу сказать. Вот, да. Помните... А, вот вместе с весом... Вместе с весом... То есть, вот я сейчас сказал, я не сижу на диете, например, специально. Я ем всё, что хочу. Ну, другое дело, что я много чего не хочу. Ну, то есть, я наелась, видимо, как приехала уже, да. Ну, так спокойно я отношусь. Ну, в принципе, я не отказываю себе там ни в чём. Единственное, в количестве. И всё. Только в количестве. И... Орган, который отвечает вот за это вот, за всё. Я так поняла. Никакие диеты... Как бы вам правильно сказать-то? Чтобы опять скажете, что я вас запутала. Эм... Короче, орган, который отвечает за психику. Надо просто успокоиться. Это даже не голова. Ну, это да. И голова в том числе. Надо просто успокоиться. Ну, я понимаю, что это просто так сказать. Просто успокойтесь. И всё, да. Ну, это бесит больше всего. Это, как сказать... Не получается просто с собой поработать. Знаешь, вот ты спокоен, ты спокоен. Вот это всё. Это именно... Зараза не даёт нам вот этот орган, который, ну, успокоится. И всё. Я про него скажу. Если... Моя теория подтвердится, конечно. Я так думаю. Но я... Мне кажется, что это именно из-за него. Короче, стал проходить сам по себе. Вот вы же, наверное, помните, у меня в эфир было тогда много... Ну, когда я начала снимать, у меня были большие прям горки. Вот так вот. Я тоже сам был на ногах ниже колен. Когда я приехала в Испанию... Ну, то есть вот это, да. Всё равно каждый вот этот вот переезд, он стресс. То есть организм стрессовал. Хоть мне был там хорошо. Плохой, хороший, но он стресс. И получается... И получается... Уйдя оттуда. И получается, что... Сейчас... Блин, что опять к цветам полезло? Не знаю. Мысль... Мысль меня сбивает. И получается, что хороший или плохой ли, он всё равно стресс. И как бы организм всё равно реагирует. Ну, вот так. Реагирует. Каждый раз, да. Какими-то всплесками. У кого-то там волосы сыпаться начинают. У кого-то они за пятки шелушатся. У кого-то ещё что-то. Ну, по-разному, да. Плюс, видимо, я стрессонул, но я в климат попала. Мне помогает, я уже говорила, мне... Для меня лучше всего жаркий климат. То есть, жара, море. Для кого-то... Для кого-то... Лучше, когда холодно. Мне вот, наоборот, когда жарко, хорошо. Кому-то лучше, когда холодно. То есть, не бывает двух одинаковых больных с этим... С рязом. Даже двух одинаковых не бывает. Когда дают советы, мне вот помогло то, а вот помогло это, помогло вот это. Можно попробовать, конечно, все методы на себе испытать. Но в основном, скорее всего, каждому что-то своё. Каждый что-то своё находит. Я что-то начинаю говорить про майки-то эти, да. Что хорошо. Люди не стесняются. Вот там выходишь, допустим, да. Почему ещё у меня в Испании сразу проходят? Потому что у меня нет... Ну, как сказать, вот там в Испании я приучилась не стесняться. То есть, если мне... Ну и что, что у меня такие руки? Я всё равно надеваю майку, допустим, и пошла. Потому что жарко. И всем пофигу, что у тебя там на руках? Что у тебя там на ногах? Надеваешь шорт на майку и вперёд, потому что жарко. Никто ни на кого не смотрит. А если бы я начала там... И из-за этого проход... Как бы чем больше кожа контактирует с воздухом, с солнцем, да. Понятно. Тем больше она, значит, очищается. И здесь, получается, так же люди, вот я смотрю, ходят, да. И всё равно тоже там не стесняются там никакого псориаза. Ну, хорошо бы, если бы не стеснялись. Потому что если начинают стесняться там вот это всё... Прикрывать вот эту всю фигню, то получится положение, то усугубляется просто. И всё. То есть они не могут никак выйти в ремиссию. И вот это вот всё корки, корки, корки. А это же всё... Ну, правда, это же трескается, это же болит. То есть кто вот не знал, да, им просто фу. Вот кто вот видит и просто фу. На самом деле это такое, ну, как бы, как сказать, серьёзное заболевание, от которого не избавишься. Избавишься, если тебе вдруг повезёт. И никакими диетами. Диета тоже, знаете, может быть, случайной какой-то, ну, случайной просто так вот. Ты сел на диету, и он раз у тебя, и всё ушло. Нет. Не работают диеты. Вот хоть как. Ну, единственное, чем... Ну, я не знаю даже, что представить. Ну, вот гречкой, например. Вы же не можете гречкой всё время питаться. Диетические продукты. Представьте, всю жизнь питаться гречкой, чтобы у вас была чистая кожа. Вот представьте. Вот это вот. Ахренеть, такая жизнь ещё нужна. И получается, что... А вот чуть вам попал, потому что гречка с маслом, и всё, и у вас уже понеслось опять. Ну, вот это зачем? Так себя всё же... Если это какое-то там заболевание, от которого жизнь ваша зависит, тогда да, что вот вы там не будете есть гречку, умрёте завтра. Это один разговор. А если, ну, кожа, ну, кожа, она вот так вот проходит без всяких диет. Вот смотрите, я приехал сюда, опять был стресс. То есть, я приехала без... Из стресса. Дорога сама... Ещё один стресс. На стресс наложился, да. Минус на минус даёт плюс. У нас выяснилось. Вы помните, да, как я приехала, у меня все вот эти вот... Вот здесь вот руки, они все были вот так вот одной большого моряночка. Вот здесь вот, да. Вот здесь тоже было. Здесь даже поменьше было. Было в основном вот здесь вот, на кистях. Всё вот это было потрескано. Даже когда я пошла на первый маникюр, мы уже посмотрели с моим мастером маникюра. У неё там фотографии-то она делала. Сохранилась. Она говорит, что это у вас руки? Так чем мажете? Я говорю, да ничем не мажу. Вот так вот, всё. Я даже всё делаю дома без перчаток. Там все вот... Ну, конечно, когда там азелитом перчатки надеваю, ну, надеваю, понятно, да. Но так вот делаю всё без перчаток. И получается, что оно само по себе вы говорите. Вот там кто-то как-то умник сказал, фильтры нет. Дежурные вот эти болячки на локтях, они всё равно остаются. Но вот здесь... То есть дежурные... Нет, они, может, и пройдут попозже. Я отсидела так на столе. Знаете, это... Ну, вот это вот всё равно... Ну, это уже всё равно хорошо, да. Представляете? Это уже ничего не болит, ничего нигде не трескается. На ногах тоже... Уж я не буду копытцы свои совать в этот экран. На ногах тоже всё прям... Не до конца ещё, конечно, так вот. По чуть-чуть, по капельке есть. Но тоже вот это вот всё прошло. Что случилось с организмом? Не знаю. Другие продукты, другая вода, стресс. Или я расслабилась. Я действительно нашла тот орган, на который надо надавить. Ну, конечно... Который помогает и похудеть, и вот... И, как сказать, очиститься. Не, не спрашивайте пока. Пока я говорю... Вы меня спрашивайте. Я не держу интригу специально. Я просто не хочу сейчас. Я ляпну, а он мне потом скажут, что я не помогу. Понятно, что тоже, может быть, это не очень сальная таблетка для всех. Но... А вдруг это, на самом деле, открытие? Ну и вот. И всё. Кремом я с вами продолжаю... Я им, знаете, пользуюсь его. Кстати, вы знали, что бывает псориаз пяток? Псориаз ног, так скажем. Нет. Я не знала. У меня началось ещё в прошлом году. Летом я себе напокупала всяких шлифовщиков этих пяток, да. Думаю, да что такое, да что у меня с обувью, там. Крем у меня был такой классный, там, в этот... Не знаю, с мочевиной или с чем. Ну, я нашла этот испанский, да. Не помню, как называется. Я его выкинула, короче. Всё, он перестал помогать, но я его выкинул. Что он прям так хорошо пятки смягчал. А тут я их и мажу, и мажу. И чищу, и чищу. А они всё грубее. Ну, не то, что погрубее. Они, знаете, как вот корочкой покрываются, как, знаете, как чешуйками такими. Да что ж такое-то? Пока мне не попалось... Где-то в интернете мне вылез псориаз ног. Я стала смотреть. И те ума эти правы вот так вот на пятках, прям как этот... Такие... Как их даже назвать-то? Как обувь, короче. Такая вылезает вот так вот. И ничем их не уберёшь. Вообще всё. Хоть шорка, не шорка. Ну, как бы шорка тоже опасно. Это же кожа, ну, такая вот. И всё, и никак они у меня не... Все эти пилочки я свои выкинул, всё это. А сейчас они стали сами по себе приходить. Здесь вот я мазала этим тоже кремом. И они прям, знаете, на пятках именно, да? Мазала. И они, знаете, как отходили? Прям вот так вот целый... Как сказать... Вот кожу вы снимаете, когда обгорите, да? Она же такая тоненькая. А здесь такая толстенькая. То есть, её вот так вот, хоп! Как отколупываешь, как парафин, короче. Вот так я стала сходить. Я думаю, здесь два-три раза намажу. Носочки, ну, на ночь, да? И она, хоп! И начинает вот так вот сходить. Я, значит, так потыркаю. Ну, остальное то, что не сходит, там, аккуратно. Всё, подрезаешь там, вот это всё, да? А то смотрю, что-то я не мажу. У меня ничего и не это самое. И она проходит сама по себе. То есть, псориаз – это такая болезнь гуляющая, когда надо просто успокоиться. К чему это всё, да? Вот это длинное резюме, можно сказать. Подвести под всем этим длинным таким непонятным монологом. Псориаз – это такая вещь, от которой бесполезно пытаться избавиться какими-то там ужасными народными средствами, там, или супердорогими медицинскими препаратами. Псориаз – это такая вещь, с которой надо просто научиться жить. То есть, расслабиться максимально и жить. И не обращать внимания на то, что кто что скажет, кто как посмотрит. В конце концов, это ваше тело. И абсолютно всё равно. Камнями вас кидать не будут. Пальцами тыкать, ну, тоже, ну, знаете, если кто-то вас тыкнул пальцем, да, ну, это его личная проблема с головой, это не ваша проблема. То есть, значит, такой человек. Стоит ли вот таких людей опасаться, там, как-то стесняться? Я считаю, что не стоит. Не очень дураков, зачем стесняться? Они же не стесняются, а вы зачем их должны стесняться? Вот. Короче, надо просто расслабиться и начать жить. И всё. Вот так вот, пока лето, если кому лето помогает, снимайте с себя всё. Вплоть до трусов, да чего угодно. Ну, то есть, максимально, чтобы кожа загорала. А на море есть, да, море, конечно, тоже помогает. Ну, в смысле, не тоже, оно помогает хорошо. Но, когда нет такой возможности, каждый день я же даже не смотрел на то, что там жили на море, но всё равно там, вот смотрите, там вот, допустим, в Испании два-три раза в день душ. Ну, то есть, с утра встал, пошёл. Не то, чтобы там, там, может быть, с мылом, ну, хоть разочек там. Или там просто в море придёшь, поможешься. Или так, когда сильно уже вспотеешь, ну, с мылом. А так просто охладиться. Душ там зашёл буквально на три минуты. То есть, полил себя, кожу смочил, да? И тут же ходишь, она у тебя на солнце. И здесь так же можно. Тоже просто зашёл, вот себя сполоснул. Или даже хотя бы руки вот просто, кому тяжело, допустим, в волну лазить. Ну, бывает и такое. Мне вот было тяжело, но ничего, я научил. Как казалось, ну, у нас в ванну просто такая неудобная. Но я всё равно научилась. На данный момент. Я просто ополоснулся, намочил вот этот, ну, смол. И всё, и пошёл дальше загорать. И всё будет хорошо. А на этот... Про фильтры, ну, вы как-то, да, правда, уже... Вы же соображаете немножко. Ну, нельзя наложить фильтры вот так наполовину. Нельзя. Вот так вот. Видите, они всё равно есть. Они вам издалека просто, может, не видно. А так они всё равно есть. Вот если близко показывать, всё оно на месте. Никуда не делать. Так что, девчонки и мальчишки, смотрите видео предыдущее, где я уже рассказывал. Ну, я даже не знаю, что ещё по поводу псориаза сказать. Если я опять не заблокирую эту тему. Ну, блин, куда с ней деваться? В Телеграме, что ли, по поводу её общаться? Кому интересно, можете писать в Телеграме. У нас там есть чат. Присоединяйтесь. Ну, в смысле, не веб-сориазу, просто чат. Можете присоединяться к группе. Ссылка на группу тоже под видео. И, пожалуйста, там что-нибудь спросить. Там я, конечно, отвечу. Там меня никто не заблокирует. Там я сама себя хозяйка. Что хочу? Ты врачу? Ну, нет. В пределах, конечно, уголовного кодекса. Но, тем не менее, никто мне не скажет, что я рассказала лишнего там про это. А медицинские препараты, именно медицинские препараты, меня, пожалуйста, не спрашивайте. Я почему говорила про этот крем? Потому что это не медицинский препарат. Ну, как бы, его отнесли в раздел медицины. Конечно, это не медицинский препарат. Это все равно, что, как крем для рук. Ну, допустим. А медицинские препараты, меня даже не спрашивайте, я не буду говорить, потому что... Не потому что я вредная зараза, а потому что это все-таки надо через консультацию с врачом. Ну, не заниматься самолечением. Я очень-очень против самолечения. Всегда. Поэтому все через консультацию с врачом. Вот так. А не потому что я вредный. Я просто боюсь, что вы стали себе навредить. Я просто столько людей насмотрелась, которые занимались самолечением, пока я вот лежала в больнице. Там именно такие приезжали, что уже, ну вот, уже в хирургии, короче. Уже все, они уже долечились. И тоже с кожными заболеваниями совсем. Там, знаете, когда себя пытались там мочой лечить, там еще чем прикладывать. Вот это непонятно, какие-то мази на себя накладывали, когда было вообще нельзя. Ну, там... Короче, страшное дело. Вот. Вот. Поэтому я категорически против самолечения. По поводу всего надо консультироваться, конечно, с врачом. Они с блогером из интернета. Я единственная, я вас не учу, я единственная могу рассказать про свой опыт. Про свой, про свой. Я ни в коем случае не говорю, что вы должны делать то же самое. Я просто говорю про свой... А, кстати, про ноготь вот сейчас вспомнила. Мне еще говорили, да, видите, я делаю покрытие. Это гелевое покрытие. Ну, то есть вот это вот все, да. Гель лаком. Но есть еще такая штука, кроме псориаз ног, псориаз ногтей. Он не всегда вылезает. Он не обязательно вылезает. Но, видимо, в этот раз что-то пошло не так. Нет, он периодически у меня все равно... Я раньше вылезала, когда я просто обычным гелем лаком красила. Но в те моменты я просто убирала лак, не красила там, допустим, месяц. И у меня проходил, срастал ноготь. В этот раз вот как бы поближе показать. Сейчас. Ай, сфокусировалась. Сейчас. Сейчас мы вам сфокусируем. Ну-ка. Блин. Как вы... Как выверл это. Ну-ка, вот так, короче. Вот. Ну, вот. Более-менее. В общем, он не такой уж страшный тоже здесь. Но, видите, вот здесь вот пошло как бы такое... Кто болеет по связам, у кого есть вот на ногтях такое. Они понимают, о чем я говорю. То есть, получается, ноготь внутри как бы вот эта улыбка, она вот такая неровная, как будто внутри там что-то растет. Это не грибок. Это как раз клетки вот эти самые болячки. Они просто под ногтем вылезают. Понимаете? Ноготь становится ломким. Видите, вот здесь вот я неровно его срезала. Потому что мастер-то мне говорит, мы решили с ней не покрывать. Я говорю, ладно, так и оставим. Пускай дышит он, на болеть не ушел. Ну, она мне его подпилила вот это вот все. Ну, как бы сделала форму, да. Но он все равно вот этот уголок он деформировался и стал таким хрупким. И поэтому... И сломался у меня. Ну, соответственно, на следующий же день сломался без геля. Я его... Я его еще зачищу немножко. То есть, может сама... Единственное, что такие ногти, я могу сказать, вот. Их нельзя стричь под корень. То есть, обязательно надо миллиметрик полтора оставлять вот здесь вот сверху. Чтобы, значит, ну, защитить вот эту саму болячку. Ну, чтобы вот это вот было. Это единственное, что я вам могу посоветовать. Потому что, чем короче вы его стрижете, если свежете вот эту улыбку совсем туда, они начнут еще сильнее нарастать. То есть, как вот пеньки на коже бывают, так и, вероятно, болят, как и утолщаются, да. То же самое начнется на ногте. Оно начнет утолщаться, утолщаться еще сильнее. И тогда ноготь уже совсем деформируется. Поэтому их срезать совсем нельзя. Ну, то есть, тоже надо правильно зачищать. Если есть такая уже проблема, их, конечно же, их нельзя покрывать никаким лаком. Их надо оставлять вот так вот дышать. Можно, наверное, какими-то средствами. Может, маслом каким-нибудь, там, чайного дерева или еще чего. Не знаю, это тоже не совет. Но я вот его вот так вот оставила. Я его не зачистила до конца. А, вот видите, видно. Я все равно оставляю полтора-два миллиметра. Вот по мере срастания, нарастания, ну, отрастания, так скажем, я его буду подрезать по чуть-чуть, по миллиметрику. У меня все для этого просто есть. И я это умею. Вот. И, скорее всего, на следующий маникюр он тоже не попадет. Он будет срастать, срастать. Потому что такой короткий, и это надо будет делать, наращивание. А наращивать я его пока не хочу. Вот. Ну, такие ногти, конечно, нельзя делать. А вот, ну, вот эти все нормальные. А вот этот вот подгулял. Вот такие вот дела. Надеюсь, что на вопрос с троп-сориас я вам, конечно, как могла, поделилась. Не то, чтобы ответила на ваш вопрос. Я вам все-таки экспертное мнение. Нет. Просто как могла, поделилась. И даже не знаю, как видео назвать. Чтобы они забаняли на дзене. Ну, ничего, это не забанят. А вот на дзене-то не знаю даже. Ладно, сейчас я что-нибудь придумаю. Мне интересно. Ну, все. Всем хорошего настроения. Пишите. В принципе, ну, да. В принципе, я поделиться, конечно, могу. А кто-то мне говорил про волосистую. Она волосистая мне давно не была. А на ушах. Вот на ушах. Вот здесь вот. Пимс. Есть. Ну, как. Она там, знаете, как тоненькая пленочка. Такой. Не трескается. Ничего. Просто чувствуется, что ухо негладкое. Ну, вот здесь вот. Ну, я его мажу так же, когда вспомню. Судикой. Судикой. Кремом мажу. Ну, просто когда вспомню. Я забываю все время. На самом деле. Потому что не болит же ничего. Я тоже начинаю мазаться. Знаете, как вот. Я, как все нормальные люди. Я начинаю лечиться, мазаться и там что-то делать. Когда заболит уже. Когда уже не в моготу терпеть. Тогда я начинаю мазаться. Вот так-то вот. Для профилактики-то зачем? Ну, так уж устроен человек. Пока не припрет. Не начинает. Что-то делать себе хорошо. Ну, все. Надеюсь, было что-то вам хоть полезно. Из всего этого. Раз уж мы сегодня ничего снимать не будем. Шевелиться не можем. Ничего делать не можем. Подождем. Вечером. Посидим над этим. Под вентилятором. И все. Будет нам счастье. Вечером, может быть, что-нибудь даже поедем. Ну, все. Всем хорошее настроение. Пока-пока. Не стесняйтесь себя. Не надо зависеть от мнений окружающих. Они вам здоровья не принесут. Ну, все. Пока-пока. Увидимся. Пока-пока.